друзья всем привет с вами как всегда артур и сегодня у нас вопрос стоит такой борьба шершнями пол беды того что они у меня здесь воюют с моими пчелами мне это очень не нравится как бы ну здесь в саду я их не видел а вот в палисаднике мне осталось два улья там как бы они очень нагло себя ведут и воруют пчел прям слитка то есть не дают спокойно им жить это пол беды 2 вопрос то что у меня маленькие дети как бы такие соседи такие насекомые мне не очень нужны что сегодня я хотел бы вам показать все доступные способы борьбы вот это и травка и ловля и самые радикальные уничтожение гнезда ну что ж друзья всем приятного просмотра ставьте пальцы вверх пальцы вниз поехали заявились у меня соседи вот как видите один из них сейчас летает камера сфокусируется да видно его вот видите короче неподалеку от моих пчел завелось два гнезда шершней как видите в улей он боится залазить а пчел у меня ворует и на виноградники их кушает даже далеко улетать не собирается первый способ как я его называю бутылочный ничего в нем нет трудного просто разводим варенье с водичкой заливаем в бутылки и развешиваем по участку где летают шершни шершни туда залетают назад не вылетают способ как бы рабочий года два назад я удрялся ловить по 25 штук в день следующий способ это уже способ травки шершни или ос тут без разницы составляющие этой ловушки то же самое варенье какой-то процент воды и добавление борной кислоты ее задача накормить шершни или ос и отпустить их домой дабы они этим содержимым напоили или накормили своих детенышей и умертвить их расплод на корню я использую борную кислоту вот такую вот такая была у меня в хозяйстве но лучше использовать порошок порошок более эффективен друзья еще один из способов это рыбная консерва и средства от блох и клещей там для котов или для собаки не знаю для кого оно вообще бывает ли разновидность ну в общем средства от клещей и от блох перемешиваются с консервой в ролике на ю тубе я увидел это этот метод там человек использовал одну ампулу на одну баночку вот я попробую две ампулки ну и что из этого получится в общем скажу вам опасля что ж последнее самое радикально это найти очах собственно вот как видите у меня два улья здесь стоит в палисаднике это пчелки у меня здесь живут оставшиеся вот устроились ребята вот одно гнездо и здесь они недавно совсем и сейчас покажу второе а второе гнездо под крышей точнее на крыше летней кухни под самым коньком там у них вход вот вот два гнезда во дворе будут уничтожены потому что мне такие соседи не нужны ну а уничтожать я их собираюсь обычным уже давно всем знакомым дихлофосом по правде говоря протравить пришлось еще и на следующий день дабы улучшить результат свой чисто на всякий случай протравил я их хорошенько за два прихода использовал целый баллон ну и лед прекратился то есть шершней возле входа в гнездо я уже не видел ни хрена не видно там сделаем попроще она их не сильно берет этот дихлофос ну что друзья отчет по борьбе с шершнями прошло восемь дней какие мы имеем результаты оставлял же я одно гнездо чтобы посмотреть на работу ловушек рыбной вот этой отравкой и сборной кислотой ну скажем так честно говоря результат в общем гнездо не вымерло просто количество шершней подубавилось так знатно подубавилось если раньше был у них лед достаточно много их было то сейчас там один если проскочит куда-нибудь так что оно будет утилизировано также дихлофосом но бутылочный результат от за восемь дней я сейчас вам покажу так ну что друзья пересчитал я добычу 46 шершней попалась мне за восемь дней это с 4 бутылок есть такие экземпляры побольше есть поменьше но как говорится перевели что-то шершня в нашей наших краях раньше были большие какие-то не очень но все равно не очень хотелось бы соседничать с такими ребятами так что ловите шершней не бойтесь одевайтесь поплотнее запасайтесь вареньем и все у вас получится камеру такого парня снимем так что с вами как всегда артур на канале артура пасека всем пока пока камеру